50 граммов хреновухи с початку дня и все будет добре. Тестить будем здесь еду. Что такое сукур, буду рассказывать дальше, но сразу говорю, место просто волшебное. Острый. Мы створили вкус сала с другого продукта. Давайте попробуем. Они на меня очень странно смотрят, потому что мы сказали, что я очень известный блокер. Ну в принципе, что есть, то есть. Это стыковки, такие как маленькие панкейки. А вот Рама заказала первый раз, хочу его попробовать. Давайте еще одно, чтобы было смачнейшее. Ни для кого не секрет, что Дубай раньше был пустыней и здесь жили аутентичные бедуины, которые были, кстати, очень находчивые и гостеприимные. И даже сумели приспособиться к этому суровому климату. Огромную роль в жизни бедуинов отыгрывали верблюды. Они были средством передвижения, источником пищи, а также символом благосостояния. Из верблюжьей кожи делали одежду, обувь, делали шатры. Из питательного верблюжьего молока готовили масло и йогурты. А на большие праздники и свадьбы подавали верблюжье мясо. Так вот, что можно покушать в Дубае в 2023 году, я расскажу как раз в сегодняшнем выпуске. Но это всего лишь маленькая часть того разнообразия, что можно попробовать в Дубае сейчас. Мой канал будет интересен инвесторам, кто готов инвестировать в зарубежную недвижимость, кто любит сравнивать доходности разных стран. Также для людей, кто хочет поменять профессию и быть агентом по недвижимости. А также для предпринимателей, кто рассматривает Дубай как новую площадку для своего бизнеса. Поэтому подписывайся, будет очень интересно. И я заставлю вас любиться в Дубае. Начинаем знакомиться с дубайскими ресторанами. И первый ресторан это будет ресторан украинской кухни Йой, который открылся совсем недавно. Мы сегодня попробуем настоящую украинскую еду, пообщаемся с собственником этого заведения и нам проведут экскурсию. А пока что подписывайся на канал, ставь лайк и идем пробовать что-то вкусненькое. Сейчас я хочу рассказать про этот долгий стол, который был задуман для того, чтобы все гости разом сидели за одним столом. И отдыхали себя как где-то у бабушки и дедушки. Как семья величезно, да, круто. Сейчас, например, эту плитку нам сделали в Львове. Так, это львовская кахальня, была основана 1872 года. Оксана Чепурина в прошлом году получила награду от пана президента Зеленского, как лучшая художница Украины по росписи кахли. Вот, вся кахля была сделана только для нас, и это было все ручной, да, эксклюзивной ручной работы. Также у нас есть украинская печь. Сейчас очень много разных вещей мы привезли из Украины. Например, это мой партнер привезли прямо из Закарпаттия, из пазарчиков украинского. То есть, например, этим лопаткам где-то по 100 лет. А как их довезли? Как их привезли? Это все для того? Это важно? Это было очень сложно, потому что это уже было, когда началась война, и мой партнер привезли все на себе. Когда у него спросили, что вы это везете, он здесь на границе, он сказал, что он занимается греблей, и сказал, что это весло для греблей. Вы верили? Да, да. Дуже классная такая история. А люстра, она тоже из Украины? Нет, эту люстру нам пришлось сделать здесь. Работала девушка, она тоже из Украины. Она 2 месяца делала эту люстру. А люстру неспешно? Да. Тут было очень сложно найти деревню. И нужно было ехать до гор, собирать эту деревню, обтругать, обрабатывать от всяких жучков. И потом собирать вот такую яркую люстру. Очень красиво. Например, вот эта инсталяция на стене, это тоже делал для нас мастер из Днепропетровского гончар. Например, есть посуда, вот вся эта посуда была вироблена для нас специально. Это львовский мастер. А это косиновская посуда, которая занесена в ЮНЕСКО. И каждая тарелочка, або там чайничек, клейчик. Это никогда не повторяется малюнок, да. Каждый раз он разный. А скажите, будь ласка, чем отличается все-таки открытие бизнеса в Украине и открытие бизнеса тут, в Эмиратах? Открытие бизнеса отличается всюду. Даже когда мы, например, первый заказ открывали в Харькове, а потом переехали до Киева, там тоже были свои трудности. Но также когда ты едешь в другой мир даже, для нас это вообще очень интересная культура. Для того, чтобы открыть здесь первый заказ, мой партнер приехал. И год он здесь прожил в разных районах. Только потом мы начали выбирать локацию для того, чтобы немного понимать, как все здесь работает, где лучше будет находиться. Чи ходят до вас иноземцы? То, что украинцы точно ходят, а иноземцы как относится до кухни, до этой атмосферы? Сначала мы открыли этот заказ для того, чтобы защищать нашу украинскую культуру до света. Мы для себя понимали, что до нас это будет первый такой, как украинский хаб на Дубайщине. Сначала начали до нас приходить все украинцы, и потом постепенно все украинцы, которые здесь работают, они начали приводить своих друзей, жители приводят своих человеков, иноземцев. И по трешке украинская культура становится больше узнаваемой. До нас сейчас ходят порядка 20% иноземцев. Я знаю, что есть украинское село, которое, в принципе, тут заборонено, насколько я знаю, что нужна особенная ліцензия для того, чтобы можно было его готовить. Так, ну взагалі в мусульманских странах свинина вообще заборонена. Это заборонено у них по Корану, это не халяль, и поэтому мы взагалі не можем торговать свинину. Но сейчас, например, в Дубае есть места, где можно торговать свинину, но это нужна окремая ліцензия. Обовязково заклад должен быть при отеле. Обовязково должны быть разные кухни, разные посуды. То есть даже если не разные кухни, то должны быть разные цехи, разные холодильники. То есть все должно быть отдельно, чтобы в закладе подавать свинину. Для меня очень хотелось все-таки до борща подавать сало, чтобы сейчас те украинцы, которые здесь уже много проживают, например, 5-10 лет, они скучают. Можно там привезти сало, но так, чтобы прийти там в заклад, поесть борщик, выпить рюмочку, хреновушки, да, закусить сало, тут такого немае. Мы створили вкус сала из другого продукта. Давайте попробуем. Я уже подготовил для вас. Вот так у нас выглядит. Это хлебчик, жительный хлебчик, который... Можно попробовать, да? Каким мы делаем самим. И это вот, ну, трешки горчички, сало и укрепчик. Ну, это правда. Просто выносят, как сало, и люди, когда попробуют, и потом, когда узнают, что это, то есть, и очень удивляются. Это мякоть молодого кокоса, которая маринуется, чувствуется вкус сало. Або когда молодой кокос, он очень такой мягкий, и когда ты правильно его нарезаешь и маринуешь, он получается, как сало. Но не всегда в нас приезжают, допустим, молодые кокосы, которые мы можем подготовить, да, и те кокосы, например, которые такие на вкус получаются хрунки. И потом мы придумали сделать смалец, то есть взять этот кокос, перекрутить, и также замариновать, и получилось, как смалец сало. Круто. То есть, очень классное решение. Честно, я замовляла сало, но я не знала, что это не сало. Это наипопулярнейшая страва, или какая она популярнейшая тут? Так, борщ одна из наипопулярнейших, звичайно, наипопулярнейших страв в Украине. И когда, например, ты допитываешь любого иностранца, что вы знаете, какую кухню украинскую вы знаете, все говорят, борщ, сало, там, например, там, вареники. Да. Ребят, хочу вам показать одно из любимых своих мест. И, во-первых, сказать, что Дубай – это не только про дорогие рестораны, пафосные, с Мишленом. Очень много классных, аутентичных мест, действительно, во-первых, с кухнями всего мира. Сейчас мы с вами будем пробовать японскую, азиатскую кухню. Называется это Noodle Bar Wokio, и здесь классно, здесь вкусно и очень аутентично. Так, ну что, это у нас японское заведение. Они на меня очень странно смотрят, потому что мы сказали, что я очень известный блогер. Ну, в принципе, что есть, то есть. Короче, мы заказываем, пробуем японскую еду. Вообще прикольное место, оно маленькое, оно специфическое, но здесь безумно вкусно, просто безумно вкусно. Can I make you order? Yeah? Please. Ramen for me? Yeah. And orange juice. Okay, how much cost? 79 грамм. Отлично. Здесь, во-первых, и вкусно, и здесь очень хорошие цены, но если по сравнению с другими ресторанами. Мы сейчас смотрим ролик на YouTube. Короче, прикольно, смотрят меня на YouTube и понимают, что будет следующий ролик, мой тоже там. Так, ну что, пробуем? Во-первых, здесь огромные просто порции. На самом деле, я говорила, что я часто бываю в этом месте, но я обычно заказываю лапшу. А вот ramen заказала первый раз, хочу его попробовать. Место, честно, странное. Вообще район возле центра города, возле бизнесмена, ну, далеко. Вот это блюдо рекомендуют и говорят, что именно здесь вкусно. Вообще-то ramen – это насыщенный бульон, который готовится 12, виваривается 12 часов. Острый, но вкусный. Очень вкусный. Реально рекомендую. У меня есть один секрет, как приготовить самые лучшие сирники. Ви просите, спец основника ресторану, приготовить их лично. Приготовите для меня, да? Так, за любви. Сейчас мы их додаем до печи. Сейчас они немного подсмажутся, где-то 2-3 часа. Мы будем их выкладывать вам на тарелочку. Доброе? Там горит что? Так, давайте. Вот так. Вони уже третий раз подсмажились. Это сметана? Нет, это специальный соус. Солодкий. Вот. Мы берем его. Не жалим. Сейчас берем ваши сирники. Боже, какой тут запах. Просто нереальный. Я слышала, что они тут называют их чизкейком, а не сирники. По-дубайски. Ежевичка подсмажена. Дуже интересный вкус. Подсмажена ежевичка. Вот, например, так вот сюда. Это главное. Давайте еще одно, чтобы было вкуснее. И немного масла. Это сейчас ваша страва. Сейчас для сноху мы наша, добра наша малиновая вареничка. Боже, обожню его. Кроме сырников, у нас еще какие-то другие блюда. Это, я так понимаю, панкейки. По-разному можно их назвать. Это стыковки, такие, как маленькие панкейки. Можно попробовать. То же самое, также подается на однаколом соусе. Дуже-дуже-дуже смачно. Сейчас, например, это блюдо очень любят. Это мясо загортается, как мешочек. И потом мы ставим его где-то на 5 минут до печи. Чтобы больше подкреслить смак такого копчения. И меланцин немного подпалился. Тут также есть сметанка с сумасом. Это очень вкусно. Очень вкусно. Так, ну что, будем попробовать сырники. Так, попробуем. Там яблоко. Там очень много ваниль. Боже, они такие нежные, честно. И там вообще муки не чувствуются. Вони такие более творожные. Я больше люблю сырники, когда они охлаждены. Более чувствуется такой куст творога. Он более творожный. Бо когда они горячие, он более плавленый. Творог. Ну, я буду горячим. Доброе. Сес мочного. Боже, как это вкусно. Это реально очень вкусно. Я думаю, вы уже знаете, что я заставляю влюбиться в Дубай, но на самом деле Дубай заставляет меня влюбляться в него каждый день. Я сегодня попала просто на невероятное волшебное мероприятие. Как говорит история, как говорят традиции мусульманского мира, мы приехали на Сукур. Что такое Сукур, буду рассказывать дальше, но сразу говорю, место просто волшебное. Сейчас в мусульманском мире проходит священный месяц. Это Рамадан. Мусульмане не кушают от восхода солнца до захода. И, в принципе, много еще вещей, которых не делают. Итак, ифтар – это первый прием пищи. После того, как зайдет солнце, мусульмане сначала молятся, потом кушают. Но, я думаю, про эту традицию слышали все и многие. А вот про Сукур, куда мы с вами приехали, честно, сказать, даже меня это удивляет. Официально Сукур – это означает второй прием пищи, который начинается уже после ифтара и длится до восхода солнца. То есть, по факту, где-то до 4 утра, либо до 5. И, знаете, это уже не просто люди приходят сюда покушать, а люди устраивают лаунж себе, я не знаю, вечеринку, скажем так, когда они встречаются с гостями. Мы даже сейчас находимся на мероприятии. Нас пригласил, нашу команду пригласил сюда государственный застройщик. Но здесь люди абсолютно… Кто-то приходит семьями, кто-то друзьями, кто-то приводит своих друзей из других стран, чтобы показать вот эту традицию. Потому что атмосфера здесь в воздухе летает реально невероятная. И здесь вы просто кушаете, вы отдыхаете, вы разговариваете, обсуждаете что-то. Многие курят кальян. Так, сейчас уже приносят второй раз еду, потому что сначала были закуски. Это традиционные были арабские хумус. Ну, легкие закуски, но все по арабским традициям. А сейчас уже второй, естественно, это мясо. Я думаю, что их еще будет несколько. Будут десерты обязательно, будут напитки, марокканский чай. В арабских странах и для местных жителей кальяны это тоже как часть культуры. Поэтому здесь это нормально. Кто-то курит даже сигары. Ну, и обязательно, говорю, это делать под марокканский или арабский чай. А еще мы с вами сегодня попали в еще более священный день, потому что сегодня день за три дня до окончания Рамадана, когда Аллах не спит. Кстати, даже если вы не мусульманин. Вы можете загадать любое желание, но самое главное это не спать до рассвета. И оно обязательно сбудется. Тим, я знаю, что я хочу. Я хочу миллион подписчиков на YouTube. Пожалуйста. А еще я узнала от местных жителей, как они действительно проводятся кур. Если это не какое-то место в ресторане, а просто они встречаются дома у кого-то на вилле. Это родственники, это друзья. Они играют в арабские игры. Они играют в нарды, в карты. То есть проводят время, скажем так, если мы говорим, что это после Евтара, и это действительно на всю ночь до утра, то так называемое себе автор-пати. Но они это любят, и они относятся к этому действительно с уважением и с традицией определенными. Но не могла я вам не показать одно из любимых туристических мест в Дубае. Это, естественно, Джибиар. Кто не знает, то это известнейший пляж, куда приезжают абсолютно все туристы, которые приезжают в этот город, и всем известная набережка с ресторанами. Вот именно типичными, классическими ресторанами в море, где у вас будут лаунж-зоны на открытом воздухе, где вы вечером можете, сейчас вы можете наблюдать закат, а вечером даже покупаться в этом море. Поэтому мы сегодня тестить будем здесь еду, наверное, вкусные кальяны и напитки. Так, ну что, нам принесли еду. Я на самом деле, думаю, я вас не удивлю, какое меню есть в ресторане, который находится вот на набережке. Все по классике, обязательно есть суши, обязательно есть бургеры. Но попробуем сейчас чизкейк, или это даже не чизкейк, какой-то арабский торт. Это вкусно, хотя это немного запрещено. Привет моему тренеру. Здесь, на самом деле, дело как раз не в еде, а вот в этом вайбе, который есть. Потому что, еще раз, вы на пляже, у вас очень крутой закат, вы с друзьями, наслаждаетесь просто этой атмосферой, проводите вечер пятницы, курите кальяну. Здесь, кстати, очень много ресторанов, которые имеют кальяны. Ну, естественно, мы в арабской стране, поэтому здесь, конечно, нужно выбирать уже или арабский, или что-то более классическое, да. Но почувствовать вот это расслабление, я же говорю, в конце вечера, пятницы, или просто на выходных, обязательно это то место, куда вы просто, знаете, как должны попасть, если вы турист, тем более, или даже если вы живете здесь в Дубае. Сказать честно, то у YouTube, наверное, не хватит серверов, чтобы загрузить видео про все рестораны, которые есть в Дубае. Здесь настолько большое изобилие, что у нас выпуска не хватит. Я знаю информацию, что два года назад, когда мой друг открывал ресторан, то проводил исследование, количество ресторанов в Дубае начислялось больше 12 тысяч. И это не считая кафешек или мелких каких-то заведений. Вы действительно можете выбрать кухню на любой вкус. Главное, приезжайте в Дубае, пробуйте, а с жильем вам поможет компания Ведомус, поэтому обращайтесь, мы найдем квартиру на любой вкус, возле любого ресторана, поэтому пишите нашим менеджерам, и мы с удовольствием вам поможем. И не забывай ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, и тебя ждет твоя квартира в Дубае.